По итогам 11 конкурсов среди участников казачьего сполоха в тройка лучших вошли Кубанское, Уссурийское и Сибирское войсковые казачьи общества. На третьем месте представители Сибири. Вторыми стали кадеты из Сахалинской области. Победители военно-спортивной игры ученики кадетского корпуса имени Геннадия Трошева из города Кропоткин. Мы пятикратные чемпионы военно-спортивной игры казачьих сполох. Мы очень рады, что мы победили. Мы взяли планку, мы обязаны были удержать и мы удержали. Лидер всероссийской спартакиады до призывной казачьей молодежи – команда Центрального войскового казачьего общества из Ярославской области. Второе место у представителей Кубани из города Ейск. Участники из Оренбургского войска заняли третье место. Слава Центральному казачьему войску! Мы занимаем на этих соревнованиях третий раз подряд первое место. Я думаю, что это благодаря тому, что у нас очень сплоченная команда, то, что у нас замечательный тренер и мы стремимся к победе. Награды за вклад в развитие казачества получили руководители команд. Также заслуженные дипломы и подарки получили победители каждого конкурса и призеры в индивидуальных номинациях. Завершением соревнований казаков поздравил заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Сергей Перепенко. Формирование казачества на Руси имеет свои традиции, оно имеет свою культуру, оно имеет свою основу. Это одна из важнейших задач – обеспечиваться, поддерживать и развивать с тем, чтобы наше будущее было основано на нашей культуре и нашей истории. В финале закрытия команды прошли торжественным маршем со знаменами своих войск. За две недели соперники стали друзьями. Молодые кадеты узнали о традициях и быте казаков со всей России. Для каждого участника эти соревнования – незаменимый опыт, который пригодится при дальнейшем обучении и воинской службе.